А что боимся? Вы же грозите, что вы будете мост взрывать крымский. А сами боитесь? Чего вы боитесь? Что люди три цветочка понесут на Аллею Славы? Друзья, всем привет! И сейчас, как вы поняли, мы поговорим о том, произойдет ли удар по Керченскому мосту 9 мая в так называемый День Победы. А сейчас я объясню, почему так называемый. Теперь я иначе говорить не буду. Сейчас обо всем подробнее. А вы подписывайтесь на канал, у нас уже 620 тысяч. И это очень крутая цифра, друзья. Давайте дальше. Каждая ваша подписка важна в той нашей работе, которую мы ведем, в слове правды, которое мы доносим. Итак, сейчас я расскажу про Керченский мост и о том, будет атака или нет. Но сначала я хочу сказать, почему я сказал про 9 мая, так называемый День Победы. Для меня тоже много лет. Это был очень большой праздник, День Победы. Вот я специально взял с собой ордена моего деда Гончаренко Федора Гордеевича. Вот орден Боевого Красного Знамени. Это действительно боевой орден и достаточно редкий. Вот его ордена Отечественной войны 2-й и 1-й степени, которые он получил за свое участие во Второй мировой войне. Вот ордена Боевой Красной Звезды. Ордена Красной Звезды. Вот он был ими награжден дважды. Ну, тут еще медали и прочее. И, конечно, если бы мой дед Федор, который родился в Черкасской области, в Украине, и обожнивав свою Украину, который учился в Одессе и закончил Одесское арт-училище в 1937 году, который начал войну на Холхенголе, а закончил громя Манчжурскую армию в 1945-м. То есть прошел все, даже там за Берлина пошел дальше и воевал с немецким нацизмом, японским империализмом. Ну, вот сейчас он увидел, во что превратилось, что теперь нацизм опять поднял голову. Ну-ка, теперь этот нацизм российский. Он бы, конечно, несколько раз перевернулся бы в гробу. И это, конечно, ужасно. То, что произошло, но вот это произошло. И мы должны отдавать себе в этом отчет. Поэтому праздновать вместе с российскими нацистами победу над немецким нацизмом в том далеком 1945 году нет никакого вообще, не то, что нет смысла, а даже просто неприятно и неприемлемо вообще. Я говорю свою личную точку зрения, но хочу ею поделиться с вами. Мне кажется, это важная тема. Поэтому я праздную День Победы сегодня, День Победы над немецким нацизмом. Сегодня, 8 мая, вместе со всей Европой. Кстати, исторически это правильно, потому что именно 8 мая был подписан акт о капитуляции нацистской Германии. 8 мая. А просто уже там Сталин же не мог со всеми. Он же не может с Европой. Поэтому нужен был отдельный день. И он, значит, придумал, что так как по московскому времени это было уже 9-е, то мы будем праздновать 9-го. Ну, то есть все понятно. Поэтому, друзья, 8 мая поздравляю всех вас с Днем Победы над немецким нацизмом. И уверен, скоро придет День Победы над российским нацизмом. И это будет наш с вами День Победы, который вот действительно мы будем через всю свою жизнь, и наши дети и внуки будут нести этот день и гордиться этим днем. А мы давайте этот день с вами приближать как можем максимально всеми нашими усилиями, в том числе на информационном фронте. Поэтому переходим теперь к, собственно, теме Керченского моста. Вы знаете, тема популярная. И многие говорят, почему мы до сих пор не ударили по Керченскому мосту. Там, как говорят, дров в огонь этот подкинул капитан латвийской армии Янис. Так, фамилию его сейчас не произнесу. Слайденш, если я правильно сейчас произнес. Он сказал, что, он считает, что Украина может 9 мая, что это будет символично, нанести удар по Керченскому мосту. И что, значит, то оружие западное, которое мы получаем сейчас, может нам позволить это сделать. Еще 20 апреля секретарь совбеза украинского Данилов сказал, что мы можем нанести этот удар. Как только будет такая возможность, мы его нанесем. Конечно, все это, особенно слова латвийского офицера, вызвали истерику вообще. Полнейшую за поребриком. Они там об этом кричат. Есть даже сайты, где идет обратный отчет. В общем, это такая топ-тема. Поэтому хотел бы прояснить эту ситуацию. И, собственно говоря, может ли это быть и как, и что, и насколько это нужно. Действительно, Керченский мост используется Россией для переброски военной техники. Очень серьезно. Это стало их такой артерией, соединяющей группировку в Крыму. И которая выходила дальше у нас, вышла вот в район Керсонской области. И создает нам проблемы на юге с их основными силами на континентальной России. Поэтому, конечно, вот посмотрите видео, как она движется военная техника. Поэтому, конечно, это важная артерия. Ну и символично, конечно, особенно было бы 9 мая ударить по российским нацистам, когда они устраивают какие-то костюмированные шоу на Красной площади. Это было бы красиво. Но в реальность, друзья, такова. Крымский мост это серьезное инженерное сооружение. И поразить мост ракетой очень сложно, если мы говорим о ракетном ударе. То есть, если просто поразить полотно, так оно будет достаточно легко отремонтировано. И это по пайски, вы понимаете, это очень сложно. Посмотрите, как расисты пытаются бомбить наши мосты активно по всей стране, в том числе под Одессой, да и по всей стране. Собственно говоря, у них это не очень получается, так я мягко скажу. Потому что вообще это сложная цель в любом случае. И боевой части ракеты недостаточно. Даже если попасть в опору, а тут надо бить по опорам, чтобы действительно уничтожить мост. Ее недостаточно, чтобы полностью уничтожить эту опору. Здесь речь скорее должна идти об авиационных бомбах, очень мощных. Но, как вы понимаете, это тоже совсем непросто. Ну и плюс к тому, мы понимаем, что в том районе все-таки сегодня Россия имеет преимущество в воздухе. Хотя есть отличная новость. Хочу с вами тоже поделиться, что вот буквально этой ночью еще один российский Су-34 в районе Николаева был сбит и превратился в дайверский новый объект. У нас Москва есть хорошо, а теперь еще Су-34. Потом найдем, где он там лежит, и будет хороший дайверский объект, если на небольшой глубине. Так что это хорошая новость. Но все равно у России есть еще преимущество в воздухе. И поэтому это усложняет любой авиационный налет на Керченский мост. Вы сами понимаете это. Исходя из всего этого, могу сказать, что тут скорее, как вы видели, мосты в Курской, Белгородской области. У них там постоянно какие-то непорядки. Кто там покурил, кто-то не там. То еще что произошло. Так вот, там один из мостов есть фотографии того, как он поражен. Вот посмотрите на это фото. Это работа ССО. Я делал об этом отдельное видео. Кому интересно, можете посмотреть. Но это работа сил специальных операций. Наверное, я так скажу. То есть, во всяком случае, я так скажу, что хочу поблагодарить ССО за то, что они есть. И очень красиво сочетается украинское ССО. И эта фотография, как аккуратно в двух местах взорван мост. Вот скорее, такая операция на Керченском мосту возможна. Ну, а теперь пусть бегут расисты и там истерят, и охраняют. Посмотрим, как им это поможет. Ну, а у нас другие приоритеты. Нам нужно остановить, если мы говорим о ракетах, артиллерии, нам нужно остановить врага на Донбассе, на юге Украины. Громить его. Мариуполь – это наша боль. Так что есть у нас чем заниматься. И мы обязательно будем этим заниматься. Потому что мы приближаем, друзья, нашу победу. И когда они будут там на Красной площади вот это реальное свои шоу устраивать. Просто помните. И весь мир уже сегодня понимает. Знаете, когда-то были пророческие слова, что фашисты будущего будут себя называть антифашистами. Ну, вот точно. Российские нацисты кричат о какой-то деноцификации. А деноцификации, конечно, подлежат они. И это Украина. Наши с вами отцы и деды останавливали немецкий нацизм. Украинские офицеры, генералы просто в фантастическую вклад внесли. И вот эти ордена, которые я вам показывал, которые ордена моего деда. Таких орденов во многих очень семьях украинских. Потому что это настоящие герои. Украинцы были героями тогда. И спасли мир от немецкого нацизма. Украинцы герои и сегодня. И спасают мир сегодня от российского нацизма. И обязательно победят. Друзья, держим строй. Слава Украине! С днем победы над немецким нацизмом! Впереди день победы над российским нацизмом!